Здравствуйте. Здравствуйте. Это не идеал-центр детской библиотеки, которые занимаются своими проектами, имеющие федеральные государственные образовательные стандарты, направляют эти иностранные собственные проекты, создавали, ну и по возможности даже реализовывали. Поэтому библиотеки всячески в этом плане работают совместно со школами и с ребятами. Для малышей, которые занимаются со школом, открывают законы и предложения, встречаются с писателями, сами творят, создают свой альманах, в котором они и иллюстраторы, и создатели текстов, и редакторы, и издатели. А руководитель сотрудников библиотеки? Руководитель сотрудников библиотеки, да, Юлия Валерьевна Шилина, уже больше 10 лет в Материнском магазине, она не распадается, она не из города Славы, уже в сентябре родители приходят и спрашивают, как можно записаться, и запишите ли вы нашего ребенка. Дети вырастают. Сколько сейчас детей? Клуба небольшая, так до 15 детей. Ну, состав может меняться, это не такой декласс, который нам в сентябре или в мае он должен идти на каникулы, это дело такое библиотечное, свободное, творческое. Новая совершенно у нас студия, онлайн-общение, это подростки, которые выходят в медийные пространства и общаются со своими сверстниками, с писателями, с издателями, открывают себя как читателей, как людей, которые умеют работать со словом, с книгой, естественно. Очень интересно. Сегодня мы с Марией Александровной говорили о том, что книжный рынок обладает такими возможностями выбора для детей, выбора чтения, выбора читательского творчества, чтобы они могли свое творчество, инвестированную информацию преподносить и доносить до широкого круга, своих сверстников, писателей, издателей, родителей, чтобы они творили на новом технологическом уровне. Мы бы хотели, чтобы эта мебель, которая существует в библиотеке, она бы позволяла ребенку создавать то пространство, которое он хочет. Если сегодня пришла группа детей, и им нужно рисовать и заниматься каким-то выражением своих эмоций, чте и мыслей по поводу прочитанной книги, значит, стеллажи должны быстро раздвинуться, и здесь образоваться пространство, где можно лежа, сидя или стоя рисовать, писать, общаться. Чтобы вот на этой стене была огромная интерактивная мульти-тач-панель, где дети могли свое творчество представлять, выражать, выкладывать во все мировое информационное пространство. Большой зал нашей библиотеки, 92 квадратных метра открытого чтения. Он как и называется, зал открытого чтения. С местом для возможности почитать книжку и уединиться. Мы собираем и сейчас здесь представленная книжная коллекция с автографами писателей, которые дарили свои книги, свое творчество детской библиотеки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok